Ну что, друзья мои, вы готовы к новой серии Секрета Небес? В прошлой серии мы вернулись в школу и даже вроде как нашли оружие, которое может нам помочь в борьбе с Мальбонте. И, конечно же, что произошло? Конечно же, Мальбонте отобрал это самое оружие. И теперь нас с вами ждет, я даже не знаю что. У нас остались только ключи, которые он не должен получить, и я надеюсь, что мы сможем помешать Мальбонте как-то их найти. Итак, у нас серия номер 7. По немногу части пазла складываются, но картина вырисовывается не очень. Такая, знаете, соу-соу, как говорится. Сейчас мы посмотрим, что можно сделать дальше. В цитадели, куда нам, наверное, сейчас придется отправиться, нам, помню, сказали, ну типа, школа это ваше дело, нас это не волнует, мы ничего делать не будем. А что, у вас какие-то проблемы? У нас тут своих проблем достаточно. Поэтому, знаете, как обычно, нас послали, а мы будем спасать их задницы. Вот так всегда, как говорится. Глава 7. Бедный Йорик. Дверь пахла старой древесиной. Узоры на ней, на первый взгляд хаотичные, постепенно начали обретать рисунок. Я отряхнула головой и вздохнула. Мы ждем слишком долго. Да, это для того, чтобы мы извелись в ожидании и лучше продумали то, о чем хотим с ними поговорить. И не ожидала, что они будут использовать этот трюк на тебе. Мама медленно повернулась ко мне. Три точки. Ритмичный скрип открывающихся дверей заставил нас обернуться. Пойдем. Мама вошла первая. Сейчас нам небось никто, как обычно, не поверит. По правде говоря, я уже отвык видеть тебя здесь, Ребекка. Это ненадолго. Твоя самоуверенность всегда меня восхищала. Мы пришли с важным сообщением. Например, о том, что твоя дочь провела несколько дней в плену Мальбонте? Откуда вам известно? Мы же договорились, Ребекка. Ты должна была докладывать о каждом шаге дочери. Три точки. Мама даже не посмотрела на меня. Она впилась твердым взглядом в главного советника. Почему ты умолчала? Потому что есть дела поважнее доноса. Просвети же нас. Благодаря дочери и другим сбежавшим мы убедились, что Субантры подчиняются Мальбонте. Мы пытались завладеть Рогом, но он узнал о наших намерениях. Где Рог? У него. Бессмертные переглянулись. Быстро, но многозначительно. Субантры ему не помогут. Кайли, как тебе удалось сбежать от Мальбонте? Он не сильно меня удерживал. Такое ли он чудовище, как о нем говорят? Ну, он зол и опасен на самом деле. Хотя я думаю, что мы можем выбрать... Он не такой. Но мне все-таки подсказывает что-то, что надо взять второй вариант. Он как-то нам поближе будет. Но на чудовище он не тянет. Главный советник улыбнулся, но улыбка больше походила на скалок. Знаете, что меня пугает? Что мы могли бы его поддержать? Нам сказали, в темнецу ее она поддерживает Мальбонте. Вот так могло быть. Его лицо мгновенно обрело грубость, какой не увидишь в спокойном выражении. Мол, ты его поддерживаешь, ты его защищаешь? Какая разница, чудовище он или нет? Он собирается напасть на нас, а мы должны дать ему отпор. Чего он добивается, Ребекка? Вы спрашиваете у меня? У простого директора школы? Я спрашиваю у Верховного Серафима. Временно отстраненного должного. А вот как они запели. Если, конечно, ты не хочешь уйти досрочно и навсегда. Мое место по праву здесь. Я доказала это еще очень давно. У нас разные понятия времени. Я правлю столько, что твое присутствие всего лишь миг. Мама задрала голову. И тем не менее. Так докажи нам, как всегда доказывала, что ты заслуживаешь быть на этом месте. Нет. Не нужно мной играть. Мама развернулась быстрым шагом, направилась к двери. Я последовала за ней, но она вдруг замерла. Мы расскажем про Шепфу или нет? Закрыла глаза, обдумывая что-то. Ее губы дрожали и двигались под гнетом переживаемых чувств. Мама вздохнула, развернулась и вернулась на прежнее место. Есть вещи важнее моей гордости и важнее вашей. Мальбонте хочет убить Шепфа. Ему нужна цитадель, иначе зачем ему важны субантры? Он хочет выкрость ключи от врат Шепфа? Нет, я не это сказала! Вы что, издеваетесь? Именно. Это безумная затея. Даже мы не можем прикоснуться к ним. Лишь Шепфа способен взять их в руки. Даже если я ошибаюсь, ему нужны не ключи. Цитадель. Вот куда он будет целиться. Именно поэтому мы сосредоточили армию здесь. Ты слишком уверен в себе. Но я предупредила тебя. Видит Шепфа. Я предупредила тебя. Мы с мамой направились к выходу, но голос советника вынудил нас остановиться. Останьтесь, да? Ребекка. Он спустился с помоста и подошел к нам. Я проведу вас. Спасибо, мы сами как бы выход найдем. Он чуть поклонился и элегантным выверенным жестом указал на дверь, пропуская нас вперед. Главный советник провел нас до самой двери и даже вышел наружу. Но остановился неподалеку, приглашая к разговору. Он посмотрел вдаль, туда, где виднелся город. Я благодарен тебе, Ребекка, за старания. Мама покачала головой, подошла к нему ближе, не скрывая заинтересованности в разговоре. Почему ты так спокоен? Почему ты так равнодушен? Кто угодно, но не ты, Эрагон. Эрагон? А что сделала ты? Я начала узнавать о Мальбонте. И что узнала? Мама оставила вопрос без ответа. Ты должен быть заинтересован в его поимке больше кого бы то ни было. Он не виноват. Ты на его стороне? Нет, но мои старые счеты не должны затуманивать мой разум. Я действую так, как действовал будь на его месте любой другой. И, встретившись с ним лицом к лицу, ты будешь спокоен? Я слишком стар для страсти к мщению. Мое лицо такое же, молодое, как и тогда, но мой разум покрылся коркой бесконечности времени и событий. Я помню сестру так же четко, и боль от ее потери никуда не ушла, но тогдашнюю ярость я уже не испытываю. Это сложно, но я признал, что наказывать за мою потерю больше некого. Родители Мальбонте давно мертвы. Маму, казалось, обрадовали слова советника. Она улыбнулась впервые за день. Ты, как всегда, мудр и благоразумен. Однако Мальбонте ждет смерть. Вот к чему привело слияние антагонистов. Это плевок в равновесии. Потомки такого союза должны быть истреблены. Путь низкой связи. Ну, то, что я вам и говорила. К этому мы и идем. Но тем, кто будет на нужной стороне, бояться нечего. Ты учил меня смотреть на проблемы, как на математические задачи. Все верно. Преимущество у тех, кто нападает. И ты без борьбы отдаешь ему свое преимущество. Нам бояться нечего, а вам в цитадели только бояться и остается. Рагон свел руки и приложил пальцы к губам, вскрывая улыбку. Я скучал по тебе. Мама сдержанно кивнула. Рада этому. Интересно. Рагон важно наклонился нам. Уверен, школа в надежных руках. Он развернулся, чтобы уйти, но будто вспомнив что-то остановился. Совсем забыл. Йор подал прошение на то, чтобы вступить в совет. Что? Так это была не твоя идея? Он же твой ученик. Мама поджала губы, порывисто отвернулась от Рагона. Она сдерживала ярость и нечто похожее на страх, но эти эмоции быстро скрылись за маской контроля. Мама снова повернулась к Рагону. Ни улыбкой едва ли со скрипом, ни со скрипом неровными скачками поползла вверх. Мы говорили с ним об этом. Не ожидала, что так скоро и без предупреждения. Он уже проходил испытания? Нет, но это вопрос времени. Что ж, рада за него. До встречи, Ребекка и юная непризнанная. До свидания. Три точки. Ну, у нас все как обычно, понимаете? Когда Рагон скрылся за вратами, я обратилась к маме. Кто этот Рагон? И о чем вы говорили? Мама была задумчива. Раздался ее голос, но, казалось, тело говорило за нее, а разум блуждал слишком далеко, чтобы осознать сказанное. К чему тебе эта информация? Ну, хочу увидеть всю картину. Чего мы зря алмазы покупали? Мама вздохнула. Рагон самый древний ангел, которого я знаю. Он был рожден в роду высоковоставленных ангелов, но очень быстро обошел по славе своих родителей. Рагон был настолько силен, амбициозен и добр, что сам Шепфа назначил его на пост престола. А ведь он едва закончил школу. Его могущество и его влияние на мир ангелов знали все. Но кое-что произошло. Его сестру убили родители Мальбонте. Жестоко, цинично. Растерзали малютку просто потому, что она не поладила с их сыном. Откуда ты об этом знаешь? Ходили слухи. Сам Рагон не любил об этом говорить, но его очень изменила смерть сестры. Его охватка стала жестче, решение бескомпромисснее. Как ты с ним познакомилась? Я много времени проводила с Фенцио. Он помогал мне раскрыть свою силу, советовал книги, тренировал меня. А еще водил на званые вечера. Вот оно что. Я не очень любила такие встречи на земле. Зачем мне ходить на них здесь? Чтобы обрести знакомство, конечно. Нужные бессмертные приведут тебя по самой короткой тропе. У тебя большое будущее, Ребекка. Не хочу, чтобы ты теряла времени. Да уж. Мама смотрела вдаль, нетерпеливо постукивая пальцем по ноге. Словно ей хотелось уйти отсюда прямо сейчас. Знаете, мне вот очень хотелось бы задать Ребекке вопрос, все-таки были ли у нее какие-то чувства к Фенцио? Вот только честно. Или же она изначально планировала его использовать? Фенцио познакомил меня с Кроули, директором школы. Если бы ты знала, какая это была честь. Званых вечеров было много, но кроме нескольких продуктивных встреч с Кроули, важных знакомств я не обрела. Пока однажды Фенцио не познакомил меня с Торрендо. Кто такой Торрендо? Советник, ты его уже видела. Торрендо сидел за столом с незнакомыми мне ангелами и демонами. Они шутили, смеялись и чувствовали в каждом их жести, и чувствовалось в каждом их жести, в каждом взгляде, власти и осознание этой власти. Я наблюдала за ними и вдруг заметила, что Торрендо наблюдает за мной. А, вот кто он такой. Три точки. Знак вопроса. Он поднялся из-за стола и подошел к нам. Престол Фенцио, рад вас видеть. Фенцио тут же вскочил и поклонился. Советник. Слышал, вы имеете наглость знакомить вышестоящих бессмертных с непризнанной. Фенцио растерялся, но отбросил сомнения и уверенно, даже нагло посмотрел в советнику в глаза. Да, знакомлю. Не вижу в этом ничего предосудительного. Я тоже. Тем более, когда непризнанная такая очаровательная. Ого. Ого! Ого! Может, присоединитесь к нашей компании? Не хотелось бы вас стеснять. Ого! Не беспокойтесь. Что скажете? Он повернулся ко мне. С удовольствием. Угу. Вот оно что. Ты нравилась Торрендо? Я не могла разгадать его мотивы. Торрендо никогда не высказывал ко мне мужского интереса. Но вместе с тем он словно бы продолжил работу Фенцио. Он договорился с Эрагоном обо встрече со мной. Ах, вот как все было. Эрагон поднялся с трона, немного померлил, бесстыдно разглядывая меня с всезнающей улыбкой и стал спускаться ко мне. Я хотел понять, что заставило Торрендо познакомить тебя со мной. Что заставляет этого престола носиться с такой, как ты? Я задрала голову, не отнимая от него глаз. Неважно, по какой причине он это делает. Важно, по какой причине запомните меня вы. Он удивленно вскинул брови. Явно не за твою мордашку. Надеюсь на это. Он скинул плащ, распрямил крылья и наклонился ко мне. Хорошо, покажи свой потенциал. Интересно, что мы сделали для этого. Всего одна встреча. Одна короткая попытка. Ты победила его в схватке? Нет, конечно нет. Я лежала, проникнув разодранной щекой к полу и тяжело болезненно дышала. В общем, неплохо, но ничего особенного. Было приятно познакомиться непризнанное. Он наклонился, чтобы поднять брошенный плащ. Мы еще не закончили. Ты едва на ногах стоишь, дитя. С тебя довольна. Три точки. Я выставила руки вперед, предупреждая о нападении. Битва была быстрой, но еще более ожесточенной. Я снова оказалась побежденной. На этот раз, я надеюсь, мы закончили? Я выплюнула из артаку сгустки крови, поднялась на трясущихся, едва удерживающих меня ногах. Еще. Мы бились до тех пор, пока Эрагон едва не убил меня. Зачем тебе это было надо? Мама усмехнулась воспоминанием. Я хотела доказать ему. Хотела доказать. И сделала это. Он запомнил меня и после окончания школы пригласил в цитадель. Я начинала с низов, но у меня были шансы подняться. Я не упустила ни одного. Мама помолчала, а потом протянула. Думаю, нам нужно заглянуть кое-кому в гости. Мама шла вперед, быстро осматривая местность и выискивая что-то. А куда мы идем? Здесь должно быть. Она юркнула в лавку, тут же скрываясь за висячими с потолка побрякушками. Даже интересно, к этому пришли. Почему-то напоминает мне косой переулок из Гарри Поттера. Ну или Хоксмит. Витрина была забита колбами, чаями и книгами. Здесь было сосредоточие всего и сразу. Предметы валялись перемешку, как на барахолке. Мама говорила с продавщицей, но умолкла, завидев меня. Ты пойдешь в этом виде? А что с ним не так и куда мы идем? Посмотри, там есть одежда. Выбери себе что-нибудь. Два раза будем переодеваться. Я померила, но мама не собиралась продолжать разговор с продавщицей, пока я не уйду переодеваться. А мы еще не переодевались в этой серии. До последнего я не отнимая от нее взгляда, я все же послушалась. Одежда висела по всей стене. Я оглядела ее, всматриваясь в грубые холщовые домотканные ткани. Выбор невелик. Ну, сейчас тебе что-то подберем. Элегантная. Ну, как обычно, то, что мне нравится, оно стоит дороже всего. Простая городская. Давайте, ладно. Хорошо. Запомни, Кайли, я сегодня добрая, поэтому давай без глупостей. Без тупостей и без глупостей. Я переоделась за ширмой и повернулась к матери. Она оглядела на меня без оценки и как-то механически. Отлично, теперь можем идти. А что с ней такое? Давай доверимся. Мне хотелось встать столбом и не идти дальше, пока она не объяснит мне, что происходит. Но ее скрытое волнение и железная настырность приструнили меня. Сейчас не время для разборок. Узнаю все потом. Я вышла из лавки вслед за мамой без расспросов и спектаклей. Даже не знаю, куда она сейчас приведут. О-о-о, какой-то старый дом. Домик, к которому мы в итоге пришли, стоял на отшибе. К тому времени уже стемнело. Из города доносился гул, но здесь тишина словно поглощала лишние звуки. Это место казалось заброшенным. Заколоченные окна, заросший огород, побитая дорожка, ведущая к крыльцу. Однако стиль дома намекал, что здесь живет не последний бессмертный, и причина запустения кроется не в бедности, а в чем-то другом. Мама постучала в дверь. Никто не открывал, но скрип внутри не мог не остаться незамеченным. Тогда мама постучала еще раз, уже настойчивее. Не думаю, что нам откроют. Дверь отворилась. Мама не стала оборачиваться ко мне, подчеркивая мою неправоту. Она тут же взялась за косяк, невзначай отсекая возможность захлопнуть перед ней дверь. Анжела, здравствуй. О, Серафим Ребекка, какая честь. Женщина вся скрючилась, сгорбилась при виде мамы. Ее лицо перекосило гримаса, подава страсти вместе с неудобством от неожиданного визита. Юр дома? А, да, вы не одни? Это моя дочь Кайли. Ого, я слышала о ней. Уже темно. А, конечно, проходите, что это я? А, интересно, зачем мы к нему пришли? Женщина провела нас в зал к накрытому столу. Три тарелки, две чистые и одна поменьше с остатками еды. Юр сейчас подойдет, я не сажусь есть без него. Она унесла грязную тарелку и принесла две другие. Прошу, присаживайтесь. Мы сели за стол. Тут и там стояли оплавленные свечи. Из-за заколоченных окон сюда, по-видимому, не проникал даже дневной свет. Анжела села напротив нас. Угощайтесь. Похлебка. Картошка с мясом. Давайте картошку с мясом возьмем. Выглядит достаточно аппетитно. Юр в последнее время очень нервный. Переживает по поводу испытаний. Интересно, почему же? О, не знаю, но он говорит, что ему нечего скрывать. Повисла неловкая пауза. Про неспокойствие в городе, про мнение насчет Мальбонте, про заколоченные окна, нейтральную тему. Давайте, может быть, про... Неспокойствие в городе? Можно, конечно, нейтральную. Давайте неспокойствие в городе. На улицах так много армии. Город готовится к войне. Анжела встрепенулась. Задела бокал, и он со звоном попал в тарелку. Если вы не поняли, мы не очень интересуемся тем, что происходит в городе. Она указала на окна и с укором посмотрела на меня. Жена Акала заколачивает все окна и почти не выходит. Она слышит, даже не хочет о том, что происходит за стенами дома. Минус две славы просто из-за того, что я сказала, что много военных в городе. Классно! Спасибо, игра! Ангел Йор говорил мне об этом. Говорил, не говорил, мы просто тему хотели поднять. Зачем мне затронуло... Не знаю, захотелось. Я много слышала о вашей дочери, Серафим Ребекка. Да, и что же? Мама выглядела совсем не заинтересованной в беседе и даже не скрывала этого. Но Анжела не замечала и не понимала маминого настроения. Кайли участвовала в чемпионате по крылоборству. Первая непризнанная. Да ладно. Она участвовала в традиции очищающего дождя. Это значит, ваша дочь одна из лучших. Она убила змея-искусителя. Как и я в свое время. Да, в ней сразу угадывается ваш потенциал. Я слышала много о вашей дочери. Вы с ней самые известные и непризнанные. Я уже давно ею не являюсь. Анжела испуганно и выпрямилась и поспешила добавить. Да, естественно. Просто знаете как? Говорят, бывших непризнанных не бывает. Три точки. Я, конечно же, так не считаю. Меня не волнует, как вы считаете. А? Че-то как-то она грубовато разговаривает. Что-то Юра долго нет. Он, наверное, в своем кабинете. Или играет с Ошем. Ошем? Ну, с нашим сыном. Вы же знаете его. Мама нетерпеливо кивнула. Да, точно. Думаю, лучше вам позвать. Юра его вообще хоть кто-то звал. Ну, конечно. Сейчас Серафим Ребекка. А Анжела встала из-за стола и скрылась на лестнице. Как только мы остались одни, мама достала из рукава пузырек. Какой пузырек еще? Знаете, обычно в таких пузырьках яд подают к столу, как говорится. И тут, в принципе, оно в тему. Мне не нравится. Мне не нравится, ребят. Либо это сыворотка правды, и мы хотим что-то узнать у него. Но мне кажется, что нашу маму разозлили слова о том, что якобы он там подал какие-то заявления, будут проходить какие-то испытания. Что это? Мама ничего не ответила. Взяла со стола кувшин с глифтом и налила густой в пустой бокал, затем открыла бутылочку и добавила к напитку содержимое. Да ладно, блин! Подняла стакан за ножку, покрутила в руках, чтобы все смешалось и положила на место. Что ты делаешь? Держи рот на замке. Ребят, я не знаю. В зал вошел Йор. Заметив маму, он остановился озадаченный. Серафим Ребекка? Мама их едно улыбнулась и указала на стол. Не стой как вкопаны, присоединяйся к нам. Твоя жена очень вкусно готовит. Йор растерянно сел на указанное место, будто он был в гостях у моей мамы, а не наоборот. Чем обязаны? Я не могу просто так зайти к своему подопечному. Но я уже не ваш подопечный. Разве? Йор напрягся, но ответил очень неуверенно. Вы теперь глава школы, а я остался в цитадели. Сейчас такое время, власть повсюду меняется. В школе, в цитадели, в аду. В аду? Совет избрал нового сатану? Временно. Но мне думается, его направление затянется. Кто это он? Ангел Йор скривился. Не думаю, что мне стоит обсуждать это с вами. Скоро и так все узнают, к чему излишняя таинственность. Йор глядел в стол, будто искал там силы справиться с нашим визитом. Он выдохнул и ответил. Было всего два кандидата. Демон Мамона и демон Азазель. Но Мамон в школе, ему сейчас не доверяют. Пока престол заняла Азазель. А Азазель, он же совсем стар. Несмотря на старость, его ум еще тверд и ясен. Он просто удобен цитадели. Неудобных никто не любит. Мама скривила губы, но быстро спрятала непризнь за улыбкой. Ты совсем ничего не ешь. Она подняла свой бокал. Может, выпьем за встречу? Давно не виделись. Ты так поспешно оставил меня, стоило мне задержаться в школе. Цитадели я нужнее, вы же знаете. Ну, выпей со мной. Мама что-то подмешала. Ребят, я не знаю. Я не знаю, что это. Если это какая-то сыворотка правды, возможно, она его подозревает в каких-то связях с Мальбонтом. Ну, допустим, Мальбонта, что-то там, может быть, через него как-то пытается в цитадель попасть. Хотя об этом ни слуху, ничего не было. Поэтому второй вариант, это может быть яд. Обычно в таких, знаете, маленьких бутылочках. И маленькие бутылочки, такие вот обычно во всех играх, фильмах, сериалах с ядом. Поэтому давайте предупредим. Неправильно сделаем, так неправильно. Йор поднял твой поступок. Повлиял, ну, классно. Как обычно мы повлияли на историю. Йор поднял стакан, хотел было уже поднести его ко рту. Но я с криком скачила. Не делайте этого! Сядь. О-оу. Что не делать? Не пейте. Почему? Я отбросила стакан. Голубая жидкость растеклась по ковру, прожигая его насквозь. Что происходит? Йора и его жена вскочили вслед за мной. Одна лишь мама осталась сидеть, как ни в чем не бывало. Что было в стакане? Три точки. Что было в этом стакане? Мама подняла на него глаза, лениво улыбнулась. От... Я вам говорила, что это будет яд! Отрава. А-а-а! Как? Ты решила меня отравить? Ты думал, что я как-то иначе отреагирую на твое решение вступить в совет! То есть из-за этого она его готова была отравить. Вы представляете, какая у нас мама жестокая? У меня ребенок! Ребекка, семья! Меня тоже. Да ладно, вспомнила, вдруг прокаяли. М? Анжела обхватила себя руками, она дрожала и оглядывалась. Отупевшим от страха взглядом. Убирайтесь! С удовольствием. Мама встала из-за стола, неторопливо направилась к двери, терзая ангела своей неспешностью. И он снова прокричал, указывая на дверь. Убирайся из моего дома! А мы? Ну, нас тоже выставили. Когда мы вышли на крыльцо, мама повернула меня к себе и гневно спросила. Зачем ты полезла? Ты все испортила! Я шарахнулась от мамы, как в бреду сошла с крыльца и пошла на тропе. Кайли! А что нам еще было делать? Она пошла за мной, попыталась взять за плечо, но я отбросила ее руку. В небе загромыхало, будто природа отзеркалила мое настроение. Кайли! Я поднялась в небо и, не разбирая дороги, полетела куда-то вперед. Во мне бурлила злоба, страх, отвращение и всепоглощающий ужас. Я ощутила себя вдруг, как выжатый лимон. Впереди пролетал ос островок, и я, обессиленная, бросилась к нему. Жесть какая! Слушайте, это из-за такого? Меня останов... Мама остановилась рядом со мной. Да что с тобой такое? Я в гневе обернулась к ней. Ты правда не понимаешь? Ты хотела убить Йора! Так просто, как какую-то собаку в подворотне. С собакой я бы так не поступила. Я столько тебе прощала, но это выше моих сил. Этому нет оправдания. Я и не пытаюсь оправдываться. Из двух зол выбирают меньшее. Я его выбрала. Ты рассуждаешь, как демон. Ангел, демон, это только формальности. По крайней мере, спустя столько времени. Я вздохнула, оперлась от дерева и сползла на землю. Волосы и одежда намокли. Давай переоденемся? Вода стекала в глаза. Почему ты пыталась его убить, мама? Она подошла ближе, села передо мной, тоже не замечая, что вся промокла. У нас с ним был договор. Йор помог мне кое в чем. И он кое-что узнал. Мы договорились, что он не пойдет дальше по карьерной лестнице. Только если не вслед за мной, под моим крылом. Но он пошел, подал прошение, зная, что обязательным пунктом является проникновение в сознание. Совет узнал бы наш секрет. Ни один секрет не стоит жизни. Ты не понимаешь. Так расскажи мне. Расскажи или убирайся. Мама вскочила, отвернулась от меня, обдумывая, затем снова повернулась ко мне и заговорила. Горячо, но с ноткой строгости. Слушайте, может она беременна была? Когда появились слухи о возвращении Мальбонты, я единственная восприняла их всерьез. Но Эрагон не хотел и думать об этом. Маме приходилось кричать, чтобы ее голос был слышен поверх дождя ветра. Я подняла все архивы, какие только могла. И нашла старинную книгу учета всех бессмертных. Имена появляются в книге автоматически. Она пишет сама себя. Я узнала, кто были родители Мальбонты. И что с того? Она прильнула ко мне, взяла мое лицо в свои руки и с тревогой посмотрела мне в глаза. Ты знала, что их в наказание отправили на Землю? Да. И что? Они дожили свой век на Земле, как смертные. И умерли, мгновенно попав в небытие. У них больше не было шанса на бессмертие. Но они оставили потомков на Земле. Сердце сжалось в предчувствии. Я уже поняла, о чем речь. Кайли! Мы их потомки. Нет, знаете-ка, одно дело, когда ты это просто понимаешь, а другое дело, когда ты это читаешь. Ну, просто уже подтверждение этих слов. И я в связах отпрянула от нее. Нет, это не может. Хорошо, что мы с Мальбонты там Шурой и Мурой не крутили слушать. Прошло много веков после их смерти, прежде чем мы родились. Но мы их потомки, Кайли. Потомки Мальбонты. Я не могла унять дрожь. Ледяной дождь был не в состоянии смыть слова мамы. Слушайте, ребята, а может перепройти? У меня вот сразу вот в этом моменте появляется такое вот... Как бы... Сомнение. Я крайне редко сомневалась в своих выборах. Но я уже думала, может перепройти, да... Дать маме совершить. Не знаю. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете. Потому что у меня появилось действительно такое вот предложение. Йору знал нашу тайну. Он обещал мне, он дал слово. Ты не позволила мне его убить. Теперь совет узнает об этом. Эрагон не желает мстить Мальбонты, но он решительно настроен уничтожить незаконных детей. Мы с тобой. Слишком большая угроза для него, понимаешь? Она встряхнула меня, чтобы я пришла в себя, чтобы услышала то, что она пытается донести до меня. На кону стоят не только наши жизни, но и жизни многих. Мы не последние фигуры в этой борьбе. Жизнь Йору на чаше весов уступала нашим жизням. Но ты выбрала его. А не... А сказать мне до этого нельзя было, блин! Мама, мама. Как отреагировать? Ну, я не могу играть с жизнями. А я и не прошу тебя. Я беру всю грязную работу на себя. Прошу только не мешать мне. Можешь даже ненавидеть. Я со всем справлюсь. Она погладила меня по голове. Полетели домой. Ты вся промокла. Она хотела помочь мне подняться, но я проигнорировала ее протянутую руку и встала сама. Мы двинулись в долгий путь обратно в школу. Как фигово. Я не знаю, я бы никому пока не говор... Не, я даже никому и говорить не буду. А то сейчас будет классно. Мими, знаешь, мы только что были там-то и там-то, и я узнала то-то и то-то. Нет, ну это будет совсем. Я приняла душ и бросилась на кровать. Все еще ощущаю себя грязной. Давай купим новую одежду. Закричала в подушку, но она поглотила мой крик. Пожалуйста, только... Я так и знала. Что случилось? Мими, сонная, взъерошенная, выглянула из-под натянутого на голову одеяла. Все нормально, спи. Я постаралась сделать голос легким с ноткой веселья. Мими кивнула и снова накрылась одеялом. Из окна струились лучи света. Блин, так этот самый Мальбонте, получается, наш какой-то там пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра? Полнолуние. Шпиль и школы казались медленнее и внушительнее в ночи. Не оглядывала горизонт, гуляла глазами по облакам и крыши. И мужской силуэт заковал в цепи мой взгляд, не позволяя ни отвернуться, ни закрыть глаза. Это был Мальбонте. Три точки. Три точки. Он стоял на крыше и смотрел на меня, не шевеляясь внимания, просто наблюдая. Интересно, а он знал об этом? А он знает, что мы родственники? Я распахнула окно и полетела к нему, влекомая ни разумом, а чем-то иным. Ноги коснулись покатой крыши. Не остановилась. Мальбонте тоже не двигался. Сделала несколько шагов вперед и, наконец, обрела голос. Что ты здесь делаешь? Не боишься меня? Это просто видение, я знаю. Он подошел ко мне настолько близко, что я почуяла запах его кожи. Да, видение. У него рука замерла рядом с моим лицом. Но я могу сделать тебе больно. Холодный палец коснулся щеки. Я ощутила его как наяву и вздрогнула от сознания. Он тут же отпустил руку. Мы с тобой дальние родственники, ты знал? Настолько дальние, что это не имеет значения. Мальбонте сел на самый край, свесил ноги. Сейчас, небось, какой-то будет с ним лямур, я так предполагаю. Так значит, ты знал? Ну, конечно, я знал. Ты убил меня. Я был тогда сосредоточением всего темного, что было во мне. А ты для меня была какой-то смертной, которую я никогда не видел. Вы все были для меня лишь образами. Пешками. Мне нужно было убить как можно больше пешек, чтобы поставить королю шах и мат. Все просто. Так вот в чем кроется причина всего в нашем родстве. Да, способности твоей матери – результат того, что в ней течет кровь бессмертных. Но могу отдать ей должное. В ней это проявилось меньше, чем в тебе. Она многого добилась благодаря своему стержню. Часть моей силы осталась в тебе по той же причине. Любой другой бы умер, но не ты и не твоя мать. Поэтому ты хочешь, чтобы я была на твоей стороне. Три точки. Я тоже села на край крыши, но чуть в отдалении от Мальбонте. Путь низкой связи. Наверное, если бы был бы путь высокий, то мы бы с ним уже там лямурничали. Я буду биться против тебя. Я не на твоей стороне, Мальбонте. Я сказала это просто, честно. Так же, как говорил он со мной. И он ответил без обедняков, с такой же искренностью. Хорошо, твой выбор. Хочу, чтобы ты знала. Моя армия готова к нападению. Скоро будет очень жарко. Скоро будет очень жарко, детка. А ты в одной ночной рубашке. Жесть какая-то, ребят. Просто жесть, понимаете. У нас осталось всего ничего по сути. Я так понимаю, что, наверное, в следующей обнове мы узнаем, чем же все закончится. Я не готова прощаться с секретом небес, знаете. Мальбонте нападает на цитадель. А, значит, все-таки вот в восьмой серии он нападет. Подождите. Восьмая, сколько у нас там? Девятая, десятая? Ну, может быть, либо через обновление, либо в следующем обновлении. Мы с вами, друзья мои, уже узнаем, чем же закончится эта история. И конкретно мое прохождение с моими выборами. Напишите, пожалуйста, что вы думаете по поводу вот этих трех серий. Как вам вообще такие вот повороты? Какие пути вы выбирали? Ну, а я буду с вами прощаться, друзья мои. У нас Дракула впереди. Дракула, Дракула, Дракула. Уже хочется поиграть, поэтому ждите. Новая серия выйдет очень скоро. До скорых встреч. Пока-пока.